супруга дует коров я наливаю воды вышел утром пораньше сена да привет всем привет сегодня где мы находимся дилерский центр да здравствуйте агромаш вот такой трактор 2020 года республика беларусь бобруйск 145 ну чё друзья всем привет хочу на ваш суд представить свое очередное творение как мы с еленой степановной с моей супругой ездили в омск 19 октября 2020 года как мы покупали пресс подборщик вот так вот почему посмотрите пожалуйста видео блин оно получилось очень длинным ну пожалуйста не обессудьте я хотел вот передать вам это настроение то того дня как оно все у нас это все происходило это во первых и прошу прощения друзья в кадре будет очень сильный ветер ну к сожалению так вот погода нас немножко подвела вот это будет первая часть ролика какой пресс подборщик я купил а вторая часть ролика я во второй части потом через несколько дней я объясню почему я именно такой марки купил пресс подборщик и такой модели вот так вот так что ставьте палец вверх подписывайтесь на канал задавайте вопросы почему именно и я отвечу подробно еще на второй канал записывать да записывайтесь на второй канал деревни у кунева лайф да там я открыл новую рубрику из города в деревню для своего для своих подписчиков которые мне которые пишут которые хотят переехать из города в деревню переехать в частности в нашу деревню вот первый ролик там уже вышел ну и будут будут там еще выходить другие на подоб похожие темы то что связанное переездом в деревню из города в деревню в частности нашу на острые темы те которые вам полезны и будущим переселенцам ну все смотрите пишите подписывайтесь о уже пишут так вот все тишина слышите слышите семь часов утра темно уже начинает цветать так у нас сегодня утренние сборы хотим посетить город омск для этого стали утром в пять часов вот и ходим убираемся фонари уже погасли фонари горят в шесть часов загораются ну что то сегодня сегодня погасли супруг доит коров я наливаю воды вышел утром пораньше сено дал сейчас будем поить скотину а сейчас еще заметнее стало что стало светлее вот так у нас потихоньку начинает расцветать китыхи как поют не знаю слышно нет раньше идешь на автобус или здесь здесь везде огни горят зимой соседи выйдут старики снег чистят ну новости какие то тебе рассказывают что произошло где блин откуда они новости узнавали всегда что то говорят вот ты знаешь вот это это только проснулись дома сидят как будто телефоны были тогда сотовые перезванивались и все что то уже знают вот так супруга у меня коров дует я тут закончил сейчас буду автомобиль выгонять сегодня предстоит нам очень долгая дорога в город 250 километров в один конец туда сюда долгая-долгая дорога привет всем привет сегодня где мы находимся мы сегодня в городе находимся выход есть вот выход да так ребята вот выход короче ребята хотим сделать хотим купить пресс-подборщик вот зашли заказать да вот идем база агрокомплект дилерский центр черный телесос да здравствуйте для своего канала для своего канала да у меня есть канал я хочу приобрести пресс-подборщик отборщик новосибирского завода унеси бмаш это к вам это к нам он как этом как это можно сделать скажите нам это можно сделать будет я думаю в ноябре месяце пр 110 но я знаю это все просто я состою в группе унеси бмаш и там прошла информация что вы можете посетить нашего дилера любого и сделать предварительный заказ от 100 тысяч рублей ваш пресс-подборщик будет ждать на площадке завода вас ну в течение там как а потом да 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 не я говорю я просто хочу сделать сейчас вот это заплатить заключить с вами договор все сделали предоплату заключили договор наконец-то я созрел заключили договор до 15 декабря завод унеси бмаш должен поставить нашим дилерам омским пресс-подборщики пресс на наш пресс-подборщик наш 110 в этом сезоне раскрою небольшую тайну до раскрою 110 прессов всего будет на умской область поставляться всего два штуки один из них берем мы взяли уже 145 тоже будет мало сокращено почему-то ну завод на расширяется скорее всего из-за этого ну низ несут затраты они несут затраты на так пойдем сейчас еще сделаем ой какую покупку для нашего трактора обнову да ну чё сюда пойдем вот здесь такие вот косилки продают очень хорошие и очень наверное дорогие до металл фэш косилка эта косилка к д к д м почему это белорусом косилки такие большие серьезные до металл фэш пресс-подборщик но нам такой не нужен мы возьмем другой какой красненький это обмотчик рулон обматывать сену до рулоны стенам обматывать обмотчик металл фэш и это тоже металл фэш видишь нормально как как я держу вот хорошо вниз нет это наверное я не знаю что такое похоже на съемку в данный момент нету здесь их пресс-подборщиков их еще выпускают на заводе красненький тракт и комбайн или ты им всем а это для коров маты ну почему вместо пола интересные о какие трактора хорошие и дорогие наверно хорошие и дорогие там еще какое-то оборудование это опрыскиватель опрыскиватель да 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 обрабатку обрабатывать гусеничный трактор агромаш вот такой трактор ну все тут шасси дт старые шасси дт старые шасси старой конструкции это чё кирвиц кировец кирюха никто не купил трактора никто не купил эти трактора холстер да 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 не протирают да чё линстика мы возьмем ну да надо было взять вот это и все как это волковый чё волковый Ну, вау, пресс-подборщик. А, рулонный. Маленькие рулоны, что ли? Ну. Вот картофель-копалка нам. Или мы руками будем копать? Ну, сколько такая стоит вон? Ого! Это можно гектар садить. Гектар садить будет? За что сто тысяч? Как будто на ней мотор есть, да? Не знаю я. Витер славный, погнутый. Или один погнутый, другой выгнутый. Крути вот. Здесь, видишь, прямо через одно. А, ты не снимал? Снимал. Тот что-то написал. Ой, а там что, элеватор? Да, мельница. Угу. Современная, без этих. Не как раньше. Мельницы деревянные. Угу. 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 Мельницы сезонные и копалка сезонные. Там только добавлено. Угу. А там что? А, это эти. Дробить кукурузу или как там? Силус делать. Пчинаж, Силус. Силус. Пчинаж, Силус. Угу. Там было же все. Вон какие грабли надо. Как ахнешь и пол поля. Да, да, да. А ковщик выглядит как пластмассовый. А, там предподборщики. Ой. А это сколько стоит? Не знаю. Тут подешевле. А почему тот? Тот качественнее. Который мы купили. Елена, я не знаю сколько стоит. Это 145 и дороже наоборот. Ну понятно. Но фирма. А фирма по-другому. Это другой производитель. Да. Здесь пока везли по коцу. Да. Тоже 6 дипластиковые. У обматывающего аппарата. Сотрутся быстро, да? Они так и делают, чтоб потом это. Запчасти к ним еще покупали. Вон там погнули. Бобруйск, Маш, Республика Беларусь. Да? Беларусь. 20-го года. Республика Беларусь. Бобруйск. 145-го. Ну что? А это что? Это говно возить. У нас такая есть. Двух колеса тоже. Ручка. Беспрецепного. Ну что? Пойдем. Пойдем зайдем посмотрим запчасти. Вот это столовая что ли? Ну? Угу. Еще одна хорошая? Дед говорит хорошая. Дед говорит хорошая. Это дед? Дед говорит хорошая столовая. А это что это? 27. Сушилка наверно. Ну вот это бедно. Ну конечно. Расставленный где-то вот. Не подломает. Так ребята. Хотим показать вам как вот у людей лежат тюки. Мне прямо интересно. Вот. Я сегодня еду и наблюдаю такую интересную картину. Покажи. Они главное не в этом, а вот разложены. Вот так вот. Вот смотрите как разложены. Вот. Между ними проходы есть. Они ничем не накрыты. И мне прямо интересно почему так вот это. Что за технология такая вот. Вот. Почему так интересно. Это Костина. Когда мы ездили за зерном. Да. У кого, кто знает такую технологию? Что это? Что это? Напишите в комментариях. Мне интересно знать, почему так раскладывают тюки. Ну вот. Вот так вот. Едем. Возвращаемся домой. Чё он убегает? А? Чё он метал? Не знаю. Забыл ручку, что ворота не поворачивал. В рост сколько-то навезли. Ну всё, всё, приехали. Время 5 часов. Никуда не заходили, ни в какой магазин ничего не заходили. Забрали сварку. Дима, тут сын, купил мне сварку. Я ему говорил, какую сварку мне купить. Вот такая сварочка. Рисанта. 190 FPN. Вот так вот. Вот такая вот сварка. На рынке сварочного. Так, ладно. Всё, ребят, на этом кино заканчиваем.